Вы смотрите сегодня вечером на ТНТ Онего. Меня зовут Денис Базанков. Наконец-то в Петрозаводск пришла настоящая зима. Ну, по крайней мере, настоящий снег. Надеюсь, уже надолго. А с первым снегом пришли и хорошие новости. Торгово-развлекательный центр Лотоск-Плаза будет расширяться. Куда и зачем? Подробности в нашей программе. Речь идет о строительстве третьей очереди Лотоск-Плаза. Да, ТРЦ будет расширяться и процесс уже запущен. Буквально на этой неделе в официальной группе Лотоск-Плаза ВКонтакте появился опрос на тему, а что бы вы еще хотели видеть в ТРЦ. И несколько вариантов ответов. Сегодня лидирует Аквапарк. И это неудивительно. Подобных объектов в Карелии пока еще нет. Сейчас у нас две основные концепции в проработке. Общая между ними – это развлекательный парк для подростков и взрослых с боулингом, бильярдом, различными аттракционами и киберпространством. Отличают эти концепции либо аквапарк, по аналогии с аквапарками в Финляндии, либо Санкт-Петербурге с различными горками, спа-зоной и развлечениями, либо водно-банный центр с банями, парными, массажем и подогреваемым бассейном на улице. Помочь нам определиться с тем, что мы в итоге построим, могут наши горожане, проголосовав в нашей официальной группе ВКонтакте и выбрав ту концепцию, которая им больше всего нравится. Осенью 2019 года была запущена вторая очередь лотосплаза. Это не только магазины, но и полюбившиеся петрозаводчанам фитнес-хаусы Бошепарк. Именно поэтому здесь решили продолжить развитие в направлении семейного отдыха, по аналогии с крупными российскими городами и соседней Финляндии. Те, кто был у нас уже нашими гостями, они видели вот эту территорию, которая за моей спиной, она достаточно просторная, ее вполне достаточно для того, чтобы разместить на ней водно-спортивный центр, который мы сейчас рассматриваем. И эта площадь позволит создать условия и для занятий спортом, и для отдыха, и для того, чтобы соорудить здесь комфортабельную парковочную зону. Весь участок полтора гектара. 14-15 тысяч квадратных метров мы можем себе позволить, да, еще для водного центра. По предварительным расчетам, строительство третьей очереди лотосплаза может обойтись в 1 миллиард 700 миллионов рублей. Эта цифра, увы, может еще несколько раз измениться. Однако, проект относится к так называемым длинным деньгам. То есть, о быстрой окупаемости и доходности речи не идет вообще. Такая большая сумма, естественно, не может быть без кредитных вложений. И наши партнеры, это банки, они заинтересованы в данном проекте, но, естественно, только при соотношении 30 на 70. То есть, 70% дают банки, 30% это наши вложения. Кроме того, тоже не все так просто в финансовом смысле, потому что, как вы знаете, у нас есть вторая очередь, которую мы недавно открыли. И это тоже проект, который был в том числе на кредитные средства построен. Поэтому мы должны погасить свои обязательства, примерно 300-350 миллионов рублей, для того, чтобы дальше вступить в третью очередь и построить ее для людей. Если говорить о сроках реализации, ближайшие три месяца будут рассматриваться все варианты концепции. Сейчас же специалисты Лотос Плаза тестируют каждый из понравившихся горожанам вариантов. Третья линия Лотос Плаза рассчитывается и с учетом ее активного посещения жителей не только Карелии, но и соседних регионов. Поэтому в разработке есть еще вариант строительства небольшой гостиницы и парковки. Любой желающий может из вас принять участие в голосовании по концепции. То есть выбрать понравившийся вам проект. Для этого нужно зайти в группу ВКонтакте ТРК Лотос Плаза и оставить свой голос. Вот, собственно, и все. На этом сегодня все. Еще раз вас с хорошим снегом, с настоящей зимой. Вы смотрели события дня на ТНТ Онега. Увидимся!